На далёких, на далёких, на японских островах, Жил старик с семьёю бедной в густых бамбуковых лесах. В семье народу было много – дед, две невестки и три сына, два старших. Целый день в трудах рис садят в воду на полях, А третьим был Емеля-сан, и знали все, что он – болван. Лежал и спал он вечно на печи и ел одни лишь калачи. Братьям совсем не помогал, а в шашки сам с собой играл. Совсем достал лентяй такой, за целый день не шевелёт рукой, Чтоб мужьям нашим помочь. Пора прогнать его нам прочь. Давай пошлём его к реке, пусть принесёт нам воду для саке. Или пускай бамбук пойдёт нарубит, топить чем печь, тогда нам будет. Что я, псих? Идти куда-то. Печь при мне. И эта хата? Нет, невестки, не пойду. Сейчас я деда позову. И вышел дед. Сан-сэй с пелёнок. Он запрыгал, как козлёнок. Бил Емелю он так-сяк. В битвах этих он мостах. И Емеля поклонился, и к речке за водой спустился. Зачеркнул воды, а там ментай. Такой кусман. И ментай как заорёт. Чё тебе надо, ёшкин кот? Я не ёшкин. А чей же ты? Я Емеля, с японской печи. Отпускай меня давай. Не пущу. Ну всё, бонзай. Говори, что хочешь ты. Деву? Чистой красоты. Чтоб умна и хлопотлива. И чтоб деда победила. Победила-победила. Победила-победила. Вот, бери, а я домой. Ну, японский бог ты мой. Что ж, держись, дедок родной. Воды Емеля не набрал. Схватил невесту. И прыжками помчался к дому поскорей. Сразить всех девушкой своей. Вот. Чё, вот? А где вода? На неё смотри, балда. Ну, это ты от ней застыл. Воды принёс? Тогда меня бы удивил. Дед. А, дед. Иди сюда. Да вправляй ему мозги. Вышел дед. Махнул рукой. И сразился красотой. Тут невестка спохватилась. В волосья её вцепилась. Я буду места, места, места неё. Твоя невеста честная, честная её. Я буду места, 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 места неё. Твоя, твоя, твоя. Каратэ не помогло. Прочь умчалось чудо то. А Емеля шась к воде. И ловить давай в реке. Он, ментая, достаёт и на нём чешуйки рвёт. Что тебе? Что хочешь, исполню. Отпусти плавник. Мне больно. Всё. Хочу одну лишь печь. Чтоб на ней мне как залечь. А вокруг ходили бы девицы. И у всех вот такенные косицы. Меня кормили и поили. И чтоб меня уже не били. Пошлю-ка я тебя в Иран. И пусть ты там у них султан. Мораль всей сказки такова. Мечта у всех лентяев лишь одна. Будь ты туркмен, японец или адисобебец. Лежать на печке и ничего не делать. В защиту русского лентяя посвящаем. И наше посвящение завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok